Всем привет! Сегодня плюс шесть, и я иду по делам. Я сейчас вообще так занята. Я хожу в автошколу, и просто всё своё свободное время я учу. Учу знаки сегодня весь день. Ищу и наработец. Так много работы в последнее время вообще. И каналы, и второй канал открылось. И блогами хочу заниматься, и над книжкой там у меня мысли прут, как дорабатывать. В общем, столько дел, столько дел. Кто-то меня попросил... Шапочка кривая, да? Кто-то меня попросил экскурсию по моему району провести. Ребята, я даже не знаю, что показывать. Прага делится на 33 Праги. Я живу в Праге 4. Это один из самых больших районов города. Он очень разношерстный. Здесь просто каждый кусочек, он разный. Тут есть частные районы, есть районы с домами Первой Республики, есть панельные районы, дешёвые, заброшенные. Есть советского типа районы, есть передовые современные такие. Он очень огромный тут. Это целый мир отдельный. У нас, как и в каждом районе крупном пражском, выходит журнал персональный, который освещает только дела нашего района. Это город в городе. Поэтому провести экскурсию здесь... Вы напишите, что вам конкретно интересно. Ходить и сутками показывать просто гигантский этот район. Это им бессмыслится. Я и так часто гуляю по своему району. Хотя я гуляю, конечно же, в одних и тех же местах. Но будет весна, будет лето. Я думаю, мы с вами больше будем гулять. Сейчас просто... Я не тот человек, который по холоду часами может таскаться. Поэтому я так часик погуляю и всё. И домой. Вот. Но сегодня я хочу поговорить о другом. Поступает очень много вопросов о городе Теплице. Вот. И я там никогда в жизни ещё не была. Но я... Какая собачка маленькая. Меньше моей тигры. Вот. Я там никогда не была, но я что-то могу рассказать, да? Ну, начнём с того, что это когда-то был очень неблагополучный край Чехии. Чехия делится на край. Вот. Это был очень неблагополучный когда-то район. И он сейчас по сей день является самым дешёвым в Чехии. Неблагополучный он был из-за неразвитой инфраструктуры. То есть он был довольно-таки оторван от Чехии. Туда мало какой транспорт. И из этого края как бы ходил в Прагу, да, в основные какие-то города. Вот. Ну и там ничего такого интересного не было особо. Поэтому там очень сильно падала недвижимость. И сейчас я так понимаю, почему все на свете люди спрашивают меня именно о Теплицах. Потому что агентство недвижимости, которое работает, ориентируется на русских людей, раскручивает безумно этот город. Потому что там очень дёшево стоит недвижимость. Поэтому вы, наверное, все о нём и узнаёте об этом городе. Потому что его просто-напросто очень пиарят усиленно. Почему именно этот город? Там в целом в этом крае примерно одинаковая стоимость недвижимости в городах. И ещё дешевле в деревнях того края. Но этот город, он очень красивый. Вы можете посмотреть в интернете фотографии, вы увидите просто сразу, что он очень красивый. Это исторически красивый курортный город. Вот. И при этом он попал в такую низкую ценовую категорию. У меня несколько знакомых переехали туда. Те, у кого работа не была вязана на Прагу, те туда просто уехали. Вы знаете, все очень сильно довольны. То есть каких-то жалоб, нареканий вообще на тот край. Там у меня и в деревнях живут знакомые, и в других городах. Каких-то нареканий я не слышала. То есть, в принципе, всем очень нравится. И говорят, что, ну, другой, естественно, совсем другой уклад жизни, не такой, как в Праге, это ясно. Это провинция, но там очень классно. Вот. И на заметку всем, кто собирается там покупать недвижимость, ее надо покупать прямо сейчас. Потому что Германия там сейчас собирается строить сразу три гигантских проекта. Первый проект – это скоростная автотрасса. Соответственно, как только этот город будет проходить возле скоростной автотрассы, он уже более не будет изолированным. И вообще этот край, соответственно, цены на недвижимость сразу начнут расти. И еще они собираются строить там гигантский торговый центр, один из самых больших в Чехии. И они еще, немцы, там собираются строить аутлет-арену. Сейчас в Чехии уже существует одна фэшн-арена. Это аутлет-арена. Собираются открывать еще одну огромную. Но там, возле Теплис где-то, будут открывать чуть ли не самую большую аутлет-арену в Центральной Европе. С ориентиром на то, что вся Словакия, Польша, Австрия, Германия, Нидерланды, Швейцария будут туда ездить. Естественно, там сразу же гостиницы начнут строить, и все, там недвижимость пойдет в гору. Все это планируется вот уже сейчас. Это все строится. То есть через год-два-три это все будет. И этот регион, он просто пойдет в гору, его решили поднимать. Это очень живописный, очень классный регион. Он находится рядом с Германией. Поскольку я не жила на периферии, я не могу утверждать точно, но, по-моему, там билеты, которые вы покупаете, типа на чешские города, на ЖД-билеты, да, они распространяются и на соседние страны, в том числе на 50 километров за границей. То есть вы можете по цене чешской ездить вокруг практически по всем там городам немецким, близлежащим к этому Устецкому краю, где находится Теплица в том числе. Вот. И в будущем я так предвижу, что это будет очень развитый регион. Поэтому думаю, что люди, которые сейчас инвестируют туда, в недвижимость, что они не проигрывают. Я уже рассказывала. Думаю, что они очень выиграют со временем. То есть если вам действительно речь идет о спокойной жизни в Чехии, Прага, Прага, это совершенно не такая Чехия, как большинство себе представляет. Прага – это европейский мегаполис со всеми вытекающими. Здесь такой традиционной Чехии вы не найдете. Просто отъехав 30 километров от Праги, там совершенно другая жизнь, особенно в городах, далеких от туристических троп, там абсолютно другая жизнь, там другой уклад, там люди живут традициями, и просто у них менталитет другой, там все по-другому. Там, кстати, очень-очень добрые, отзывчивые люди вообще. То есть если вы приехали в какой-то маленький городок в Чехии, где мало туристов, вас там будут на руках носить, угощать всем на свете, все покажут, в выходной день откроют для вас все музеи, и все. Очень открытые там люди, и все. В Праге, конечно, все занятые, тут очень много иностранцев со всех стран мира. Сейчас просто тут открываются офисы всяких международных компаний, в том числе Амазон открылся, да, и сюда просто прут со всех стран мира, Европы. Поэтому здесь стало очень много иностранцев, и, конечно же, здесь колорит такой приобретается в Праге совершенно другой. Поэтому очень многие люди говорят, что Прага — это не Чехия, Прага — это Прага. Вот, ну и у каждого региона в Чехии края есть свое название, в то время как регион Пражский так и называется. Главное место Прага. Это в переводе столица Прага. То есть оно даже таким образом выделено просто, что это нечто другое, отличающееся. здесь, конечно, жизнь очень сильно другая. Она здесь больше шебурная, больше культурная, и все в то время, как в других чешских городах, особенно маленьких, там просто идиллия, спокойствие, озерца. Все ездят на велосипедах, спокойствие такое очень отличается, очень хорошо выезжать, выезжать туда. Ну и кому, конечно, хочется спокойствия там жить. Вот. Ну и теплица лишь по этой причине, по причине дешевизны недвижимости. Это далеко не самый лучший город в Чехии, но там 50 тысяч населения, что по чешским меркам в принципе немало, таких городов большинство. Вот. Там есть бассейны, спортивные залы, театры, то есть там нормально, достойно можно жить. Это не то, что вы запретесь, там и будете сидеть просто света белого не видеть, ничего подобного. Там вокруг леса, природа, на великах катаются все, Германия рядом, езди не хочу, гигантская страна, Чехия рядом, транспортное сообщение отличное, то есть там другой уклад жизни, не такой, как в Праге, но там хорошо, комфортно жить будет. Там два огромных торговых центра есть, что далеко не в каждом 50-тысячном городе Чехии есть. То есть кафешки, ну все, полностью инфраструктура, там хорошая. Вот. Но эти цены на квартиры пока еще держатся на минимуме, но они уже начинают расти. Вот. Ну и нужно понимать, то есть там квартиру можно за 10, за 15, за 20 тысяч долларов купить, нужно понимать, что это за квартира будет. То есть хорошая квартира в новом районе, каком-нибудь новостройке, да, то квартира будет стоить где-то 40-50 тысяч долларов, двушечка. В то время, как квартиры, на которые вас все время привлекает реклама, почему я и думаю, что вы все время спрашиваете меня про теплица, это квартиры в старых или панельных домах. Причем не то, что панельных домах, что ты пришел и заселяйся. Это квартиры очень разбитые. После каких-нибудь очень бедных стариков, которые вообще не ухаживали, вы придете туда, там все надо менять. Трубы, там могут быть, есть такие ядро, оно в Чехии называется ядро. В панельных домах это очень часто встречается. У Макартова ядро. Не знаю, как это по-русски называется. В общем, когда вместо туалета и ванной стоит такая в панельном доме деревянная вставка. И в этой деревянной вставке как-то там прибита ванна, прибита. В общем, выглядит это все жутко. И поменять это стоит, ну, чтобы так честно сказать, тысяч пятьдесят долларов. Чтобы поменять это на нормальную ванну. То есть нужно все это ядро вырезать деревянное из квартиры, восстановить там стены, провести там нормальную канализацию, все дела. дорогое удовольствие. И вот само по себе это ядро выглядит жутко. Ощущение, как будто бы просто в каком-то старом заброшенном деревенском доме находишься. То есть мало какие люди будут жить без ремонта с этим ядром. То есть сразу же вы покупаете квартиру за десять тысяч долларов и влетаете еще на пятьдесят, чтобы менять это ядро. Если вы там реально, если вы останавливаться просто хотите, приезжая в Чехию, чтобы у вас была квартира своя за десять тысяч долларов, так очень многие делают, тогда плевать. Ну, будет там это ядро и будет. Но если вы там реально жить триста шестьдесят пять дней в году будете, я думаю, что большинство людей это не выдержит. Вот. Ну, пятьдесят тысяч долларов это если фирму нанимать, если вы своими силами способны это делать. Хотя там, конечно, речь идет о стенах, поэтому и разрешение надо получать. В общем, я не знаю всех этих подробностей. Одним словом, возможно, есть там варианты подешевле это сделать, но в любом случае это очень дорого, да? Только материалы вам тысяч на двадцать, наверное, долларов выйдут, чтобы поменять это макартовое ядро. И там, вот в каждой из этих дешевых квартир там свои подводные камни есть. Вы не думайте, что это такие квартиры, что вы приехали, вы окупили за десять тысяч квартиру и живете там. Нет, там еще инвестиции. Вот. Некоторые квартиры бывают более-менее ничего, но все равно нуждающиеся в ремонте, а бывают убитые настолько, что фотографии страшно смотреть. Вот. Ну и наступает еще одна вещь, то, что если вы, ну, представьте, если вы купили квартиру за десять тысяч долларов, инвестировали туда еще пятьдесят на это макартовое ядро, то есть вы уже шестьдесят потратили уже за такие деньги в каком-то более большом городе, или, ну, не обязательно уже быть тогда привязанным к теплицам, да, ради этих денег. Вот. И самое ужасное, то, что если вы надумаете продать эту недвижимость, там ее там продать фактически нереально. То есть там покупают только в новостройках, в новых проектах, где комфортно, где классно, в новых районах. В этих старых домах, разбитых и неутепленных часто, это же не Прага, вот, то там, конечно, вы ее потом просто не продадите, эту квартиру. Со временем может быть, когда пройдут эти три года и инфраструктура там действительно будет развита и все, возможно, тогда да, вы ее продадите. Но сейчас, если вы в ближайший год, полгода, как очень многие люди понакупали там этих квартир в теплицах, вы продать ее не сможете. Вам уже ее не за 10 тысяч придется продавать долларов, а за 5, чтобы ее продать, потому что иначе вы просто ее не продадите. Вот, вот в принципе так. То есть, эти квартиры, которые сейчас везде в интернете пиарят, можно жить и можно нормально, если нет вариантов, не хватает на Прагу, нормально. Автобус оттуда из Теплис до Праги идет 90 минут. То есть, даже на работу ездить можно при желании, если реально хочется сэкономить на жилье, все, можно крутиться. Ну, просто я вас предупреждаю, да, что есть там подводные камни, что эти квартиры далеко не в самом лучшем виде. От не очень хороших до страшных. Некоторые квартиры просто вонючие и так далее. То есть, в Праге, конечно, тоже есть такие вонючие квартиры, но это огромная редкость. В то время, как в более маленьких городах, даже в супер раскрученном курорте Карловы Вары там есть такие квартиры, что у меня знакомые риэлторы туда брезгуют даже заходить. Вот, ну и эти квартиры требуют потом невероятных финансовых вложений. В общем, повторяюсь я. Все я, наверное, сказала по этому поводу. Ну, а так что вы должны понимать, что это городок красивый, до Праги недалеко, до Германии близко, что там довольно для маленького города развита инфраструктура, там довольно много русскоязычных людей живет, вот. Но, но, если говорить о каких-то выгодах, которые есть в больших городах Чехии, то там этого ничего не будет, конечно. То есть, захотите какие-то курсы кончить, захотите какими-то там, не знаю, фондами воспользоваться, что-то, там этого ничего нету, естественно. Но, с другой стороны, Чехия небольшая и ездить вполне можно в какие-либо другие города. Вот. этот Устецкий край, у него есть своя столица, это город Устина-Длабом. Я там была проездом, в принципе, по-моему, очень симпатичный город. У него довольно большой исторический центр, не знаю, многие мои знакомые очень плохо о нем отзываются, я не знаю, вот, но он более развитый, чем Теплиц, и они совсем там рядом друг с дружкой. Вот так. Но люди там другие, то есть, все говорят, что люди там очень отличаются от пражан, да, от барнян, которые, ну, от крупных жителей крупных чешских городов. То есть, Прага, она такая, езжаешь в Вену, в Берлин, да, архитектура другая, конечно, у каждого города своя душа, но общая начинка, общий принцип жизни у них одинаковый. В то время, как в этих чешских маленьких городах там все совершенно иначе. Вот если вы какие-то, я не знаю, чешские старые сказки видели, то вот там такая жизнь просто провинциальная, тихая, спокойная, там все совершенно по-другому. Вот, если вы рассматриваете Теплице только из-за недвижимости дешевой, тогда все, как бы на этом мне сказать нечего, все прекрасно, понятно, все, там весь этот устьевский край, вы можете изучать города, там их несколько более-менее крупных, они все разные, совершенно разные, в них все уклад жизни, разная архитектура, разная, там можно изучать этот вопрос. но если вы выбрали Теплице только потому, что он маленький и вы хотите какой-то более спокойной жизни, тогда, возможно, не на нем нужно останавливать свой интерес, потому что есть гораздо более интересные города. всегда. Но вот лично с моей точки зрения самый интересный и город, где бы я жила, если бы я не жила в Праге, это бы был город Аламолц. Это студенческий город с населением 100 тысяч, который просто невероятно красивый. Это просто мини-Прага в буквальном смысле. Там есть свой шарм, но там архитектура вот именно пражского центра с размахом. Там дорого. Там дорого жить. Немногим дешевле, чем в Праге. Недвижимость там дорогая, но там такая красота. Просто вообще всем в обязательном порядке. Его нет в туристических, наверное, путеводителях, но обязательно, если вы едете в Чехию, вам нужно в Аламолте ехать, честно. Такая красота, такой уют, такая богатая культурная жизнь. И музеи, и галереи, и... Ну, все на свете. Красота, романтика. Заходите на башню, виден весь город. Вокруг леса, природа, красота, все на великах. Короче, просто восторг. Уникальное сочетание провинции и крупного города чешского. Поэтому, ну, это лично мое мнение, есть еще другие интересные, безусловно, города. Карловы Вары по-своему очень интересны, но они больше, мне кажется, людям каламолти я бы очень порекомендовала, если вы ищете спокойной жизни и шикарной архитектуры. Вот так. Ну, надеюсь, что немножечко так с тем, что я там не была, что немножко я вам объяснила суть. Пока. Я только что изучила новое чешское слово, и оно смешное. Дву-сим-кач. Это телефон на две симки. Дву-сим-кач. Серьезно, я еще такого слова не слышала, но это очень прикольно.